В Прикаме по подсчетам экспертов, больше половины всех сельхозземель не используется по назначению. Сами аграрии на круглых столах отмечают главную проблему агропромышленного комплекса Прикаме. Неплохая погода и нехватка финансирования, а именно отсутствие земли. Проблему прямо сейчас обсудим в нашей студии. На связи Давид Ситуридзе, доцент кафедры кадастра недвижимости и природных ресурсов Пермского сельхозуниверситета. Давид, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос у меня такой. Какова же все-таки на сегодня доля бесхозных земель сельхозназначения в Пермском крае? Есть ли у вас такие данные и сведения? Тут я соглашусь с этими экспертами. У нас доля этих земель составляет более 50% даже, можно так сказать. Можете назвать самые проблемные территории, может быть? К таким территориям можно отнести северные части нашего края, потому что там мало сельскохозяйственных предприятий и мало людей, которые хотят работать. Ну вот в частности, я знаю, Кочевский район, по-моему, относится. Да, Юсьвинский, Кочевский, то есть вот северная часть, которая, так скажем, холодная часть нашего края, да, вот она вот предназначена для, наверное, для другого, не для сельского хозяйства. Если это можно так сказать, конечно. Как вот, по вашему мнению, существует ли на сегодняшний день проблема передачи земель сельхозназначения в муниципальную собственность? Потому что вот эксперты вашего университета мне уже рассказывали, что очень медленно этот процесс происходит. Все верно. Процессы замедлены, потому что имеются ряд проблем. Одна из главных проблем следующая, что мы не можем найти местоположение этих земель точного. Вот отсюда до сюда вот это вот именно те земли, которые не считаются использованы, не использованы. То есть на бумажке это одно, а по факту это совсем другой уже разговор начинается. И никто не может точно сказать, вот это вот именно те земли. Вообще, как выгодно муниципалитетам брать их под свое крыло, эти земли? Как много недополучает бюджет в этом случае? Потому что я знаю, что ставка сейчас понижена при покупке. Для муниципалитетов, в принципе, эти земли, они не могут быть выгодными. Потому что они вот так же будут висеть у них на балансе и использоваться они не будут. Ну, в том направлении, в котором они должны использоваться. Все-таки для муниципалитета, наверное, лучше найти именно правильного пользователя, который будет использовать и грамотно распределять эти земли. Вы имеете в виду арендатора, да? Арендатора, собственника или еще каких-то желающих, которые будут реализовывать свои идеи на башне, на косах и так далее. А как вообще на сегодня много существует примеров, когда все-таки эти бесхозные земли выкупали и начинали на них организовывать бизнес, вести? Кроме мулянки, вот знаю, что там молочный комплекс сейчас строится. Есть ли вот у вас такие примеры? Ну, яркий пример это был вот агрокомплекс Ашатли. Вот они вот переводили все земли из неиспользуемых и работали на них и получали результаты хорошие. Ну, и вот мы перешли к проблеме вообще стоимости выкорчевывания почвы на этих землях. Это вообще дорогостоящий процесс? Насколько это выгодно, невыгодно? Все будет зависеть от зарастания. Если земля заросла уже большим лесом, да, так назовем, то это уже будет довольно проблематично с финансовой точки зрения и с трудозатрат. А если это, допустим, небольшой кустарник, прошелся трактором, и ладно. Как бы все будет зависеть от объема зарастания, от объема самой проблемы. Ну, а может быть какие-то суммы хотя бы примерные? Вот во сколько это может обойтись? Тут надо подходить конкретно к каждой ситуации. То есть мы рассматривали, когда своих научных мероприятиях смотрели, то есть там миллионами некоторые исчислялись суммы. Какие сложности вот на сегодня есть в территориях? Мы уже с вами немного начали это обсуждать. Низкие зарплаты, аграриев, отсутствие кадров, инвест привлекательности. Тоже поддерживаю. Тут экспертов-то не надо быть, да, я так полагаю. Ну, доля численности населения, которое работает на сегодняшний момент, она намного меньше, чем доля людей, которые работала, допустим, в советский период. По некоторым цифрам получается, что у нас сократилось примерно на 20% количества населения работающих и желающих работать на селе, то есть в сельском хозяйстве. А все стараются, допустим, уже переехать, наоборот, в агломерации, в города большие, чтобы упростить свою жизнь. Вот одно из главных, собственно говоря, причин, как мне кажется. Вот говоря о низких зарплатах, это вот примерно хотя бы сколько там? Ниже, выше прожиточного минимума? Ну, ниже, наверное, прожиточного минимума. Хотя я могу ошибаться. Допустим, прожиточный минимум у нас сегодня сколько? Вот 12, по-моему, тысяч с небольшим, да? Некоторые аграрии получают и больше. Но, видимо, трудовые затраты своих, они не хотят внести и больших. Какие на сегодня меры в регионе вообще принимаются для того, чтобы привлечь к выкупу бесхозных земель? Какие-то программы существуют? Да, очень много программ со стороны государства вводится. То есть, допустим, дорожные карты, которые позволяют распределять бюджеты сокращения выкупной стоимости вот этих неиспользуемых земель. Поддержки сельскохозяйственных производителей со стороны, в частности, министерства, сельского хозяйства. Они, в принципе, имеются. Было бы желание, на самом деле. Они эффективны, по вашему мнению? Эффективность, она относительная. Если мы получаем какой-то результат после того, как денежные средства вложились или трудовые ресурсы вложились, тогда да. А если они бесполезно привели только денежные вливания и все, это тогда уже неэффективно, как мне кажется. Какие секторы сельского хозяйства на сегодня передовые, в Прикамье, а какие у нас отстают? И, может быть, вы можете оценить, есть ли у нас перспективы создания каких-то новых секторов, отраслей? Перспективные и передовые у нас в Пермском крае все вглавенствует все-таки животноводческое производство. Все-таки отстает у нас растеневодческая направленность. Ну, мне кажется, так оно и должно быть, потому что край, так скажем, рискованного земледилия, поэтому все-таки будет животноводство больше в приоритете. Молочная продукция, вот читала, что молочные рекорды бьем, все это с каждым годом увеличивается? Да, потому что вот у нас поголовье скота, думаю, будет увеличиваться. Если мы будем правильно, рационально использовать все возможные ресурсы, в частности, вот и земельные, и трудовые ресурсы, да, то, конечно же, мы будем впереди планеты всей. И это радует, в принципе. Вот тоже читала, что производитель овощей в этом году появился новый. Нет ли в этой области пробелов, необходимости, потребностей? Овощи, они всегда нужны, потому что это полезный продукт, да, мы все с вами знаем и все любим там свежие овощи. А необходимость их, она реальна. Но насколько эффективно будут работать, это время покажет только. Ну вот из нашего разговора я поняла, что все-таки Пермские крайне совсем привлекательны для такого бизнеса. Но все-таки давайте в заключение. Какие у нас есть перспективы? Есть ли они вообще? И какие выходы из ситуации? Что нужно делать, чтобы поднимать сельское хозяйство, чтобы помогать фермерам, как там частным, так и крупным каким-то предприятиям? Перспективы, они есть. Нам нужно просто взяться за голову, да, правильно использовать те всевозможные ресурсы. Но, опять же, повторюсь, это как финансовые, так и трудовые, так и земельные вопросы решать грамотно. Ну, поддержки со стороны государства у нас тоже есть. Различные гаранты, различные субсидии на приобретение тех или иных возможностей для сельского хозяйства. Дальше просто, как мы дальше себя поведем, если мы будем все правильно и рационально использовать, то это будет один результат. И если мы как-то будем расхолаженно продолжать относиться к всем нашим ресурсам, то, наверное, ничего и не получится. Давид, спасибо вам за интересную беседу. С нами на связи со студией был Давид Ситуридзе, доцент кафедры кадастра недвижимости и природных ресурсов сельхозуниверситета. И говорили мы о бесхозных землях в Пермском крае. Далее в эфире РБК Пермь. Небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин